МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Политика КНР в отношении ковид-19 обеспечила максимальную защиту населения. Оптимизация противовирусных мер открывает дорогу для китайского бизнеса. Смягчение антиковидных ограничений вызвало туристический бум в Поднебесной. Археологические находки в бассейне реки Мулан приоткрывают тайны быта древних людей. Политика Китая в отношении ковид-19 обеспечила максимальную защиту жизни и здоровья людей, благодаря чему страна достигла наиболее эффективных результатов при минимальных затратах. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Факты показали, что политика Китая в отношении ковид-19 свела к минимуму его влияние на социально-экономическое развитие. Она позволила выиграть драгоценное время для изучения вируса, исследований, разработки вакцин, терапии и для вакцинации большего числа людей по всей стране. Мао Нин отметила, что совместными усилиями китайского народа страна вступает в новый этап стабильного и упорядоченного экономического и социального развития. Поднебесная готова продолжать работать с международным сообществом для решения проблем эпидемии и восстановить здоровый экономический рост в мире. Власти Китая принимают меры, чтобы помочь компаниям возобновить работу после смягчения в стране антиковидных ограничений. Так, сотрудники более 150 внешнеторговых предприятий провинции Гуандун вылетели в Дубай для участия в выставке. Мы хотим воспользоваться этой возможностью для продвижения нашего бренда за рубежом. Главная цель – получить заказ на сумму более 10 миллионов юаней. На апельсиновой ферме в Фанчингане Гуанси-Джуанского автономного района впервые оформляется доставка в Сингапур. Ожидается, что груз с фруктами прибудет в место назначения к концу декабря. Тем временем местные власти по всей стране вводят льготную политику и увеличивают размер кредитов для стартапов, чтобы помочь предприятиям возобновить работу. Так, в провинции Цинхай в компании по производству ковров сотрудники спешат выполнить заказ для США и Италии. Сегодня мы полны энергии и уверенности. В следующем году мы модернизируем наше оборудование, и у нас появится еще более прочная основа для производства отличных ковров. Также в стране восстанавливается работа в сфере общественного питания и туризма. Чтобы увеличить спрос среди жителей, в городах по всему Китаю выпускают купоны на скидки и снижают цены на культурные мероприятия, проживание в отелях и билеты в живописные места. После оптимизации мер по борьбе с коронавирусом спрос на путешествия в Китае начал резко расти. Теперь жителям Поднебесной можно передвигаться по стране без кода здоровья и ПЦР-теста. Многие решили отправиться в поездку на каникулах в честь праздника весны китайского Нового года. В праздник весны семья воссоединяется за одним столом. Конечно, я хочу посетить свои родные края и повидать родственников. Тем более, что в стране ослабили ограничения. Во время праздника весны я хочу навестить семью моего возлюбленного. Сейчас гораздо удобнее путешествовать по стране и выезжать за пределы Пекина. Продажи билетов в популярные туристические города также растут. Возьмите в качестве примера Санью в провинции Хайнань. После объявления новой политики борьбы с пандемией, количество запросов на авиабилеты туда увеличилось на 166% по сравнению с предыдущим месяцем. А количество бронирования отелей в городе возросло на 95%. Также на прошлой неделе заказы на билеты в живописные места Гуанчжоу выросли на 235% по сравнению с предыдущим месяцем. А в городской округ Ченчжоу на 300%. Эксперты отрасли ожидают всплеска бронирования и в преддверии Нового года, а затем и праздника весны, который придется на 21 января. Тем не менее, туристическому сектору потребуется время, чтобы восстановиться после недавних вспышек COVID-19. В кабинете реставрации кипит работа. Люди классифицируют и восстанавливают культурные реликвии, обнаруженные в бассейне реки Мулан в провинции Фудзянь. Там археологи нашли сразу несколько стоянок – одну периода палеолита, семь неолита и 18 стоянок бронзового века. Среди артефактов есть уникальные изделия, в том числе плоские камни от щепы, древние орудия труда, чоперы и скребки возрастом примерно 26 тысяч лет. Также мы нашли четыре редких бронзовых предмета, которые были изготовлены примерно 3500 лет назад. Такие изделия, как правило, чаще встречаются на севере Китая, и их появление здесь, на юге, говорит о пересечении двух культур в этом месте. Раскопки показали, что артефакты бронзового века, ранее обнаруженные в бассейнах южной реки Дзюлун и северной реки Миньцзян, в какой-то момент достигли ивод Мулана, что стало доказательством пересечения культур и миграции китайских предков с севера на юг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова